Привет. Привет. Из какого ты города? Ну, смотри, давай так. Смотрю, ты какой-нибудь там блогерс, вот. Скажи мне сначала, из какого ты города? Хорошо? Из Харькова. Харьков. А, ну, слушай, мы как бы соседи с тобой. Белгород, да? Что там у вас? Говорят, щебекинцы переехали. Блин, ну да, эвакуировали город, но уже возвращаются люди. Возвращаются? Что, уже безопасно? Да, ну не то, чтобы прям полностью, но уже пропускают. Ну, то и было перекрыто там сначала. А что, говорят, какой-то, типа, гостиницу вчера горело? Где, в Белгороде или у нас в Белгороде? В Белгороде или где-то у вас в Белгороде? Ну, в Белгороде точно ничего не горело, даже выстрелов никаких не было. Вот. Блин, сейчас секундочку, сигареты. Ни тебе взял. Вот. Насчет Шебекина, не знаю. Там как бы, ну, довольно-таки много домов погорело, поэтому... Ага. Ну, все же ваши паблики и даже крупные опубликовали, что Ахмат на номерах. Ахмат приехал защищать Белгород в Континентале, где стоимость самого скромного номера 5000 рублей в сутки. Нормально так, да? Слушай, ну, во-первых... Ахмат сила и очень дорого. Ну, слушай, во-первых, туда не поместится столько людей. Ну, не все, значит. Приехал, ну, приехал, ну, я не могу тебе сказать, сколько людей, но прилично приехал. Ну, сколько? Ну, я тебе не буду говорить. 200, 400, 500, 200, 400, 500. Ну, слушай, тебе может больше известно об этом. Вот. И представь, ну, образно говорит, ты говоришь, 500 человек приехал. Как ты думаешь, какая-то гостиница примет 500 человек? Если заплатят, причем такие великие люди, конечно. 500 человек, да ни одна, ну... Ну, у вас же Континентально сколько знаний? Насколько знают, Континенталь не на самая дешевая гостиница, в общем, даже, как бы, там, она не всегда забита. Нет, просто смотри, крупная гостиница, это я понимаю, где-нибудь на море, где действительно там очень большое здание, где там курортный город, там, возможно, поместится 500 человек. Ну, да. Ну, в один номер, в шестером, вместе с овцой, все нормально. Ну, слушай, овцой, это уже ты сам решил? Либо какого-нибудь срочника с собой взяли. Ну, смотри, даже если в шестером, они там будут находиться. В семером, сроченько забыл. Ну, ладно, хорошо. Вот, ты думаешь, ну, это достаточно... А че так заулыбался? Был там? Где? Ну, ладно, хорошо, там, шесть кадыровцев. Че так сразу? Глазки забегали. Ладно, я угораю, чувак, расслабься. Да, я, как бы, и не напрягаюсь особо. Слушай, ну, насчет того, что ты сказал мне, что они там расположили где-то, там, не было такого. Так, а смысл, это прямые новости? Прямые новости вашей Украины? Нет, ваши. Позняков тот же самый опубликовал. Сначала белгородские паблики опубликовали, а потом Позняков отметился. Ну, смотри, смотри, как бы ты... Позняков же, что говорят? Белгородские паблики, белгородские паблики, половина белгородских пабликов находится под вашим контролем. Просто, блядь... А знаешь, почему? Потому что Белгород — это Украина. Нет, скорее, Харьков — это Украина. Ой, Белгород, вернее, прошу прощения, Белгород. Ну, Россия, то есть, ну... Не, Украина. Это же исконно украинские земли. А, а Украина в каком году появилась? Как государство? В каке вы, в 91-м? В 91-м. А самое основание? Что основание? Российской империи. Что Российской империи? Что Российской империи? Российская империя появилась позже, чем Украина. Украина на картах показывалась уже 1500... Хорошо, Украина появилась, и все то в нашей вере. Хорошо, хорошо. Не, погоди, смотри. Когда Украина появилась? Давай. Смотри, пример. Во времена тоже самой империи, к примеру, 1765 года по 1780 территория Слобожанчин называлась Лоботская Украинская губерния. Даже карта была империи по поводу этого. Губерния, губерния. А по поводу того, что сама Украина, те же самые карты 1550-х годов уже присутствовала территория Украина. Так и называлась Украина. А ваше государство называлось Московия. Ну, а шоу смешного. Не, просто слушай. Вы уже истории... Так, а смысле? Ты мне говоришь империи. Империя возникла в 1821 году. У вас просто уже настолько пошло разложение. Почему разложение? Какая-то появилась, блядь. Почему? Пиздец, когда и так далее, и там подобное. В смысле разложения? В чемом смысле? Много смысля. Белгород когда был столицей Украины? Белгород столицы Украины? Да. Ох, вот это, слушай, это я не знаю уже, честно говоря. Ну, типа, а лучше знаешь, конечно, ну... 20 декабря 18-го года. Белгород. 30 декабря? 20. 20-го года. После восьмичасового боя. Там украинский, немецкий район покинул территорию Белгорода. Когда туда зашли временно рабочее крестьянское правительство Украины, я бы сказал, что это будет столица Украины. Там она существовала, там, 2-3 недели, по-моему, что-то плюс-минус. Вот. Белгород столица Украины был. 1918 год. Алло. 1918 год. Ну, можешь проверить. Хорошо, я проверю. Историю надо... Согласен с этим, историю надо знать. Я проверю. И Таганрог был столицей Украины в 19-м году, если не ошибаюсь. В 19-м году и Харьков был столицей Украины, а в те время, когда в 17-м году уже Киев был столицей. Типа... Поэтому, как бы, дружище. Слушай, ну, а ты... Известный блогер у себя на этом? Наверное. Я ж не знаю. Ну, сколько подписчиков хотя бы просто. Смотря где. Ну, давай хотя бы в Инсте. В Инсте, я в Инсте не сижу. Короче, ты очень намерен, ну, против российской власти и так далее. Точно в дырочку. Особенно против российской власти на территории Украины. Вот, пример. Карта дебоплана, 1648 год. Украина. Генеральная карта Украины. Дельнева, Дельнева, генерал компориум десториум, Украина. Все четко расписано. И там чуть-чуть выше есть Московия. Рядом с ней. Тоже, как бы... Мне просто говорили тогда, когда была, знаешь... Ну, типа ты сам затронулся, когда была Украина. Украина, ну, было давно уже. Сами территории... Сама территория называлась либо Украиной, либо Рутении. И местные жители называли себя либо Украинцами, либо Рутенами. Она всегда почти входила в Российскую империю. Нет. Тогда не входила. А, когда я же говорю, когда распался... Ну, когда была революция, правильно? Империя была в 18-м веке. Я тебе говорю про 17-й век тот же самый. В империи... Она еще даже в составе... В каком году была империя, еще раз? 1721 год возникновения империи. А... До какого времени? До этого было московское государство. До какого времени империя была? До 1917-го, если не ошибаюсь. Ладно, просто ты там немножечко оговорился, я не буду... Что я оговорился? Ну... Ты сказал до 18-го века. Что до 18-го века? Я сказал 18... Я бы в 18-м веке возникал, а не до. А, ну, может, мне послышалось, ладно. Ушные палочки? По утрам нужно обязательно. Не, просто слушай, может быть, ты оговорился, может, я не так тебя расслышал, не так понял. Все может быть. Мы вроде бы как культурно разговариваем, вот... Язык, губы, гортань. Согласен, согласен. Что-то мне еще хочешь сказать. Ты хочешь меня как-то настроить против? Кого? Против моей власти там или так далее. Как хочешь, чувак. Мне вообще пофиг на тебя и на твою власть. Так же, как и мне на твою. Ну, это нормально. Ты гражданин своего государства, я гражданин своего государства. Ну да, согласен. Не лезьте к нам, мы не будем лезть к вам. Все логично. Слушай, согласен, но когда... Когда что? Смотри, я сейчас работаю с пацанами, которые родились, родились, прожили в Украине. Михайло, дякую, я бачу вашу тысячу и пятьсот. Вот. Работа, которые родились и жили в Украине. Вот. Когда началась в четырнадцатом году вот эта вся херня ваша, вот. Вот. Они просто хотели некую такую независимость. Не хотели уходить к России и так далее. Али ты ведомый блогер. Вот. В чем? Да, продолжай. В чем? Что в чем? В причина агрессии. Кого? Какой? Чей? Украиненный в четырнадцатом году. Кому? Против Донецка и Луганска. Ты тебе сказал, что было против Донецка и Луганска. Ты знаешь, что было в четырнадцатом году? Ну, расскажи мне, давай. Позже, я так уже устал объяснять. Геркин, Стрелков, в какого числа зашли? Ну, хронологию, чтобы понимать. Геркин, Стрелков, он же Стрелков, в какого числа зашел? Напомни мне. Слушай, я так... Я понял. Он зашел... Он первое зафиксировано, когда он появился на территории Украины, это Славянские. Это двенадцатый апреля. Тринадцатого против него, против вот этих вот террористов, которые зашли с территории России, которые прорвали блокпосты украинские, которые были защищены, объявлена была антитеррористическая операция. Тринадцатого. К ним потом, в последующем, присоединился Беркут, который был расформированный. Про Беркут можешь тоже отдельно прочитать. У него очень интересная история по поводу этого подразделения МВД, которое было у нас. Он был расформирован, они... Татья часть Беркутят, которые свалили в Россию, если тебе интересно, они сейчас в Росгвардии. Так, к сведениям. Те разбирательства на площади, возможно, даже исполняли эти самые Беркутята. Часть, скажем так. Вот, как бы, история против них. Объявлено было то, против Гиркина, к которому присоединился Беркут. Ладно, я тебе сейчас задам один единственный вопрос. И, ну, я хочу на этом просто попрощаться с вами. Скажи, пожалуйста, вот ты в данный момент своей властью доволен полностью? Полностью, если нет, то, ну, небольшой... Не надо мне там рассказывать историю, почему-то там именно... Как сказать там? Многочасовую историю не надо мне рассказывать. Объясни мне вкратце. Доволен или недоволен? Как и любой другой гражданин своего государства, есть вещи, с которыми я не согласен. Но в общей картинных действий, которые сейчас это делают, я, да, доволен любой другой президент. Президент и власть, я считаю, давно бы уже сдала Украину. Все, спасибо тебе большое. Мне было очень довольно-таки приятно пообщаться. Некоторые исторические факты я, конечно, прочитаю. Постараюсь прочитать. Вот. Те, что, может быть, я действительно не знал. Ну, потому что я знаю поверхностную, допустим, историю, углубленную не изучал. Действительно, там, где была Украина и так далее, там подобное. Вот. Всегда для меня это была Россия и Украина. Это два брата, которые ничем не отличались. Вообще ничем. Даже если открыть перепись населения, последние, первую и последнюю перепись Российской империи, то там описываются великороссы, малороссы и белороссы. И там они четко разделяют, что три разных народа. И даже пишутся отличия. Три разных народа. А в чем между нами именно конкретная разница? У нас язык? Во всем. Писался во всем, абсолютно. В культуре, в путье, в языке. Хорошо. Даже по той же самой переписи населения, там также указывалось отдельно, на каком языке, какой народ общается. Там писалось, что все, кто-то на разном говорят. Получает у нас с вами язык. Да. Прям вот колоссально. Да. То есть, ты нас сейчас сравниваешь с английский, русский и украинский язык. Правильно? Так сравниваешь, честно? Скорее, наверное, больше русский, украинский и чешский. Ну, просто смотри, я могу вас понять. Даже есть, ну, конечно, мне будет тяжело на ваши... Так это нормально. Так это нормально. Соседнее государство всегда более-менее понимает друг друга. Это нормальное положение вещей. То же самое, я никогда не был в Польше, но когда общаюсь с поляком, на пациентах 70 я его понимаю. Я никогда не был в Беларуси, но когда на беларуске начинается общаться, я его еще шикарнее понимаю. У нас украинцы, которые говорят чисто на украинском языке, когда общаются с россиянами, ни хрена не понимают. Мы граничим с Китаем, потому что я китайский знаю. Это другая культура абсолютно. Понимаешь, еще момент заключается в том, что, примерно... Ты сказал, граничащие государства понимают друг друга. Ты путаешь, есть очень важный момент, ты еще им просто объяснил. Я тебе сейчас объясню, я тебе сейчас объясню, в чем разница. Часть русскоязычного населения, это территория Суздальской земель, если по истории. То есть смотрим от Белгорода, грубо говоря, и там до Санкт-Петербурга. Зафиксировал, да? Хорошо. Китай с граничит с какими народами в Российской Федерации? Ну, они граничат больше... Ну, Монголия, понятно, дальше граничит у нас с Якутией и так далее. Это исконно русские земли, да, где русские живут? Ну, Якутия, ты думаешь, знают тайский? А Якутия, ты думаешь, на русском общаются? Нет, у них тоже свой язык. Ну вот. Я понимаю, но ты думаешь, Якутия понимают... Но все равно Якутия относятся к России, к русским. И я их не разделяю. А якутий язык ты прекрасно понимаешь? Чеченцы, чеченцы и так далее. Вопрос, самый простой, Якутий язык прекрасно понимаешь. Слушай, ну я его... Они же рядом. Но я его не раз... Бурятский прекрасно понимаешь. Казахский прекрасно понимаешь. Татарский прекрасно понимаешь. Чеченский прекрасно понимаешь. Дагестанские языки прекрасно вообще в целом понимаешь. Грузинский понимаешь прекрасно. Нет. Армянский прекрасно понимаешь. Азербайджанский прекрасно понимаешь. Слушай, ну в некоторых этих, да, я могу понять. Ты понимаешь, ты путаешь территорию, где русская жизнь в населении, исконно проживает и дальше 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 это абсолютно разное причем территория на российской федерации вообще был огромный хаос в языках огромнейший у вас даже когда при его не грозным когда астраханская как называлось сотни объединялись там с новгородскими они приходили там даже читаешь в летописи документа когда они друг друга не понимают пообщаться с тобой посмотрю исторические факты надеюсь давай с тобой отца